Ситуация с подтоплением домов в Хилокском районе остается крайне напряженной. Напомним, в поселке Макзон с 12 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены три дома, еще 68 находятся в зоне возможного затопления. В поселке действуют три пункта временного размещения на случай, если местным жителям понадобится эвакуация. Накануне на месте подтопления побывал первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер. По его словам, если будет принято решение о подрыве льда на реке Хилок, может понадобиться помощь военных. Командование 29-й общевойсковой армии уже в курсе всей ситуации. Он также отметил, что сегодня в поселение должен приехать расчет МЧС, который оценит риски ухудшения ситуации. Лесопожарные формирования Забайкальского края ликвидировали два лесных пожара в Чернышевском и Читинском районах общей площадью 9 гектаров, а также локализовали два пожара в Нерчинском и Читинском районах общей площадью 28 гектаров. Отметим, что с начала пожароопасного сезона на 16 апреля зарегистрировано 26 лесных пожаров. В прошлом году на эту дату было зафиксировано около 500 возгораний. Напомним, при обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщаете информацию по единому телефону лесной охраны и в региональную диспетчерскую службу. До начала голосования за объекты, которые благоустроят в 2022 году, осталось 10 дней. В Забайкальском крае в голосовании за благоустройство общественных территорий участвует 25 населенных пунктов. Жители каждого из них могут сами выбрать, какую территорию они хотят преобразить. Напомним, онлайн-голосование проходит на единой платформе 75.городсреда.ру с 26 апреля по 30 мая. Более 89 тысяч забайкальцев сделали прививки от коронавируса, в их числе и ветераны Великой Отечественной войны. Пожилым людям при этом не надо идти в поликлинику и ждать в очередях. Медики сами приезжают к ветеранам в ходе плановой диспансеризации. Врачи проводят осмотр, берут кровь на анализ, делают ТГГ и другие обследования здоровья. Если нет причин для медотвода, пожилым пациентам предлагают сделать прививку. Как правило, ветераны от вакцины не отказываются. Сегодня мы осмотрели пациентку Александру Яковлевну. Осмотр был связан с диспансеризацией, которая проходит ежегодно в рамках диспансеризации участников Великой Отечественной и лиц, приравненных к ним. Также пациентка была осмотрена перед вакцинацией. Пациентка была проинформирована, взято добровольно информированное согласие и вакцинирована. Семья Костики-Палова продолжает сбор средств для спасения своего сына. Напомним, у мальчика редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия. В маленьком организме не вырабатывается белок, который отвечает за работу мышц всего тела. При прогрессе сначала атрофируются ноги, руки, а потом и дыхательные органы и в итоге сердце. Семья была вынуждена переехать из Читы в Санкт-Петербург. Именно там родители продолжают добиваться, чтобы ребенку поставили укол одного из самых дорогих лекарств в мире, но пока безрезультатно. Стоимость необходимого для Кости препарата составляет 168 миллионов рублей. Если 351 784 четенца переведут семье всего по 403 рубля, сбор будет закрыт и Костя будет жить. Все необходимые реквизиты для перевода сейчас на ваших экранах.